Друзья, всем привет! Сегодня у нас 24 марта, и я хочу запечатлеть переезд своих растений на лоджию. Конечно, не все растения у меня переехали на лоджию, но один стеллаж, который у меня там разборный, я его из комнаты убрала. И поставила здесь другую конструкцию. Тут у меня пока вот три полки заняты. На самом деле стеллаж состоит из четырех полок. Три полки, и то они не совсем заняты. Вот на эту вторую полочку я поставила, в основном тут у меня питунечки стоят, и лобелисты на рари, гортензия крупнолистная, которую я обрезала недавно и укоренила. Это у меня здесь первая партия бархоток, это вторая партия бархоток взошла два дня, и они быстро всходят. Вот. Внизу я поставила гортензии крупнолистные, которые у меня зимовали. В квартире ужасно, конечно. С ними что происходит, не знаю. Я недавно их взяла, опять пересадила в другой грунт. Крупнолистные, а вот это вот метельчатые какая-то. Вот видите, листочки отпадают. Потрогаешь их, но у них там просыпаются почки. Я так поняла, что они так и будут у меня. Одна, вот я удивилась, она у меня вообще без листочков давно, но я ее не выкидываю, потому что я знаю, что и череночек живой. И он живой, и я решила его оставить, потому что я как-то стала пересаживать его, хотела даже выкинуть. Смотрю, там корни такие хорошие. Думаю, не буду пока выбрасывать. Оставлю, посмотрю, что дальше будет. Вот, смотря по погоде, конечно, как сегодня у нас пасмурно. Ну, не совсем пасмурно, но ветер дует, как бы к дождю, короче, погодой. И я решила сегодня пока не трогать их, не высажу, тем более март месяц. И в начале апреля их высажу в открытый грунт. Это две лавандочки, которые у меня тоже... Недавно я поменялась с одной моей покупательницей. Она мне питунью взяла, а я у нее лавандочку взяла, вот этих два корня. Уже два череночка укоренила с одного кустика. А это здесь мои пилорожки. Переехали сюда. Те вот, которые самые зеленые пушистые, две там в углу стоит еще одна. Это они мне тут зимуют давно уже. А эти все стояли у меня в комнате, где подсветка. Несколько штук я поставила зацветающий на подоконник на кухонный. А эти сюда поставила. Ну, залезать туда вот не буду, потому что там у меня стоят только питуньи в основном. Ну, и вот тут вот лобелия. И вот этот вот несчастный... Я считаю, что это несчастный статится, потому что грунт мне не нравится. Я думаю, через два-три дня должны корешочки появиться, а в стаканчиках ничего я не вижу, никаких корней. Я так понимаю, что мне придется посмотреть еще недельку на них. Если не будет корней, я буду пересаживать уже их в агробалт. Потому что грунт ужасный. Я его оставлю, конечно, тогда на вазоны, которые буду заполнять на улице. Я сам начал почувствовала, что грунт не очень. Но купила, что делать. Пусть пока постоят. Статится вот такая. Она на вид неплохая, как бы стоит, живенькая, все хорошо. Но я посмотрю, как дальше она здесь пойдет. Он какой-то тяжелый грунт. На торфянове он совсем никак не тянет. Вот уж если агробалт, так агробалт. Он, видите, какой-то рыженький, рыхленький сразу с перелитым. А тот прям как будто я там зацементировала их. Вот так вот. Вот так вот у меня теперь будут мои растежки ждать высадки на улицу здесь. Какие-то высажу, а какие-то продавать буду. А вот все зацветающие пеларгонии я решила поставить на кухонный подоконник. Вот такая вот у меня есть коралловая красивая заналка. Это дулан шароне начинает зацветать. Но она как сакура прям, крапинку такую. Но летом у нее цветение, конечно, богаче. Она такая розоватая. Тут сейчас белая какая-то получается. Я так поняла, что это точно такая же, как вот и первая, которую я показываю. А это красная обыкновенная махровая. Она мне нравится. Она компактная, очень хорошая. Вот тут еще бегония моя обрезанная образца стоит. И пеппероми лилиан. Видите, как она цветет интересно. Вот так вот у меня будут пиранев тут свести и радовать меня. На улице сегодня пасмурно, но все равно тут тепло. У меня тут страна северная. Фуксин тут вообще отлично. И я решила их поадаптироваться, выставить сюда. Но я думаю, что даже, может быть, и на ночь заносить их не буду. В том году я их выставляла где-то в середине апреля. Но в том году и было хладнее намного, чем сейчас. По крайней мере, пока я их заносить не буду. Потому что ночью будут даже... Ночью не будет минуса. Как будет минус ночью, я их занесу. А пока пусть здесь адаптируется. Ну и королевская пеларгония заодно стоит, потому что она любит попрохладнее. Даже не любит, а ее надо на холоде подержать, чтобы она подцвела у меня, порадовала. А тут я вот все убрала. Вот тут стеллаж у меня стоял. Я его убрала. И у меня осталось гореть пять полочек только тут. Там вот у меня черенки черенкуются. Тут тоже у меня бегония и всяко-всячина. Здесь у меня в основном колюсы гехеры, питуньки. Вон цинерарий еще надо вытащить на балкон, на лоджию. Хризантемки укореняются. Пеларгошечки тоже можно выставить. Но видите, у меня тут еще гехеры. Ее же море было. Я ее распикировала, распикировала. Все равно она у меня... Ее полно. Вот видите, тут сколько... Откуда я пикировала? Там опять густота какая. Надо все еще по стаканчикам распикировать. И, конечно, вот эта вот пятая полочка, которая мне сейчас пока не функционирует, я ее приготовила, потому что там у меня стояли, лежали всяко-всячина для хозяйства, типа тары для растений. Я решила убрать, прибрать и приготовить для гехеры. Гехеры я сейчас открыла просто на несколько минуточек, чтобы вам показать. Вообще я ее держу под пленочкой. То, что у нее в жаркой атмосфере подсыхают листочки. Вот так вот я переехала сегодня. Я рада, не знаю как, потому что все-таки тут мне уже растения тесноваты, плоховаты были. Вот колес у меня на эту полочку переехали, а пеларгония перенесла на лоджию и на кухонный подоконник. Тут у меня ничего не поменялось. Как было, так осталось. Домашние растения всякие стоят. А на этом все. Всем всего хорошего, мира, добра, здоровья, благополучия и пока-пока.